Во второй поликлинике на двух этажах здания строительные работы почти полностью завершены. Сегодня рабочие занимаются ремонтом лестничного пролета, закончить который обещают в течение этой недели. Небольшие замечания по качеству работы, сделанные подрядчику представителями местной власти, строители пообещали исправить в ближайшие дни. Посещаемость пациентами второй поликлиники сегодня достаточно высокая. И несмотря на некоторые неудобства, связанные с ремонтом, кузнечане с пониманием относятся к этой ситуации, довольны и рады переменам. Ремонт очень хороший, вы знаете, так удобно. Кабинеты все шикарные, регистратура очень хорошая, светлая, в процедурной хорошо. Комфортно и удобно медицинскому персоналу и пациентам в первой поликлинике, которая функционирует в обычном режиме уже более двух недель. Ремонтировала и обустраивала этот объект здравоохранения строительной организацией под руководством Анатолия Торопцева. Оперативная и профессиональная работа этого коллектива способствовала тому, чтобы объект был сдан в срок. Полным ходом проводится ремонтная работа в здании городского физиотерапевтического кабинета. В скором времени строители планируют завершить черновые работы на втором этаже здания и приступить к отделочным. Сроками завершения ремонта поинтересовался глава администрации Сергей Козин. Со второго этажа идем к концу недели. Все, с первого когда вы идете? Ну и первое тоже подменяйтесь, у нас сейчас тоже первый этаж покрасок. Все, сейчас 2 шпаклёвку заканчиваем и красим. Нам понимать, то есть к концу следующей недели с объекта идете совсем. Обновленным, удобным и комфортным скоро станет и городской флюорографический кабинет. Отделочные и строительные работы сегодня здесь идут полным ходом. К концу этой недели строители планируют основную часть работ на этом объекте завершить. Медленными темпами ведется ремонт здания родильного дома. Не выполнены еще основные виды ремонтных работ на третьем и втором этажах здания. Одной из причин затяжного ремонта стала капитальная замена всех систем коммуникаций. Проводилась перепланировка помещений. Проведена новая система вентиляции кабинетов. Для нас, как для пациентов родильного дома, при поступлении, важно не только внимание врачей, младшего медицинского персонала, но и те условия, в которых мы находимся. В настоящее время, конечно, если пройтись по коридору, хоть вот в патологии, когда я лежала на третьем этаже, находясь вот в первом акушерском отделении, везде, мы видим, идет ремонт. Надеемся, что после капитального ремонта, который в настоящее время проводится в нашем родильном доме, условия будут более благополучные, возможно, будет оснащено новым оборудованием. И надеемся, что многих мам это подтолкнет к рождению второго, третьего, может, четвертого малыша. И все у всех будет хорошо и замечательно.